Я рад вас приветствовать на нашем семинаре, посвященном учебно-методическому комплекту Юрия Николаевича Макарчева и коллектива авторов «Учебно-методический комплект для классов с углубленным изучением математики». Для того, чтобы изучать углубленную математику, нужно научиться сначала азам, знать какие-то азы, а уж потом на этих азах, как на фундаменте, как на базе, уже строить остальное здание хорошего, крепкого математического знания. Поэтому учебно-методический комплект обязательно в себе содержит материалы, относящиеся к разделу общеобразовательных классов. Я буду сопровождать свой рассказ презентацией. Эти презентации можно скачивать, по крайней мере, по предыдущим случаям, по предыдущим семинарам. Была ссылочка, где можно было скачать презентации. В этих презентациях содержится, на мой взгляд, любопытный материал, который поможет, как мне кажется, любому учителю, преподающему в любом классе, математическом, общеобразовательном, гуманитарном, лингово-математическом. В общем, самых разных профилей есть какие-то вещи, какие-то изюминки, которые должны помочь вам в преподавании по этому учебно-методическому комплекту. Из чего состоит учебно-методический комплект? Учебно-методический комплект в настоящий момент состоит из трех учебников, которые на сайте издательства просвещения пока не расцвечены, не раскрашены, не вставлены на этот сайт со всеми регалиями, обложками и прочими делами. И, как мне сказали, будут вставлены в таком виде тогда, когда этот учебно-методический комплект будет внесен в список, в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных издательством, то есть министерством образования. Значит, этот список не появлялся и не обновлялся давно. Но это весьма странно и весьма печально, потому что учебник готов уже был в прошлом году. Уже в прошлом году прошел все три экспертизы. Я не буду подробно на этом останавливаться, но мне сказали, мне пообещали, что этой весной, а до весны осталось совсем немного, этой весной этот наш учебно-методический комплект должен оказаться в списке. И тогда мы приходим к библиотекарю, заказываем эти учебники и по ним работаем. Значит, не очень, наверное, хорошо, не очень красиво, но тем не менее об этом нельзя не сказать. Дело в том, что этот учебно-методический комплект начинался в издательстве Мнимозина. И там был отшлифован, там к нему появились и книги для учителя, к каждому учебнику, и дидактические материалы, и рабочая программа ко всему этому делу. Значит, все это теперь переработано и в издательстве просвещения появились учебники, уже новая версия. На вопросы, отличаются ли эти учебники от тех, которые выпускала издательство Мнимозина, да, отличаются. Особенно это относится к учебнику девятого класса, куда включены некоторые специальные разделы, которых не было вовсе. И кроме того, туда включены многие вещи, о которых я говорил в книге для учителя, но в учебник их еще не вставляли. На сегодняшний момент многие вещи вставлены в учебники. Например, тоже с прошлого вебинара задавался вопрос, будет ли, включены ли в учебник восьмого класса тема арифметика остатков. Да, включена. Ну, например, вот в качестве примера отличаются? Да, отличаются. Существенно, ну, это как судить, это как сказать, потому что включение вот таких вещей, как обозначение, допустим, возрастающей функции в девятом классе, стрелочка вправо и вверх направленная, убывающая, обозначение стрелочка вниз и вправо. Ну, то есть и куча-куча-куча всяких таких мелочей приятных, удобных и необходимых для учебника математического класса, и вообще любого учебника. В общем, много вещей очень полезных в учебнике включено. Но, ну, скажем, если в учебнике седьмого класса были темы многочлены, то эта тема осталась на своем месте. Как была тема многочлен, так и осталась. Значит, на прошлых семинарах, мне не очень нравится терминный вебинар, как-то он мне не нравится, вот все, точка, без обоснований, просто не нравится все, семинар. Вот на прошлых семинарах я рассказал о первых главах преподавания по учебно-методическому комплекту седьмой класс. И сегодня я продолжаю эту тему, и сегодня я буду рассказывать о... Закончу рассказ о главе третьей, посвященном многочленам. Каждая презентация, каждый мой рассказ о главе, о параграфе будет сопровождаться вот такой табличкой с планированием. Да, кстати, когда я говорил о том, что будет учебник включен в... Ну, все учебники и вообще весь УМК будет включен в список в это министерство, федеральный перечень. Значит, там же сразу же появятся на сайте просвещения, появятся обновленные версии дидактических материалов, значит, методических пособий и рабочие программы к учебнику. Ну, то есть, все это, как вы понимаете, все это живо, все это есть, и все это, как только учебник окажется в списке, все это быстро появится на нужных местах. Поэтому ждем с весны подснежников и федерального перечня. Итак, на прошлом семинаре я рассказывал о многочленах. Я рассказал о многочлене, о том, как вычислить значение многочленов, о стандартном виде многочлена поговорил. Надо сказать, что мой рассказ включает в себя и материал для мат-класса, и материал для общеобразовательного класса. Начинается с материала для общеобразовательного класса. То есть, я рассказываю, чего надо знать учащимся, как бы ту базу, как рассказать об этой базе, тоже какие-то нюансы я рассказываю. А потом те расширения, те углубления, которые присутствуют в учебнике седьмого класса. Надо сказать, что седьмой класс – это маленькие дети. Они вот недавно только были пяти и шести классниками, они еще не успели вырасти до такого абстрактного мышления, до высокого абстрактного уровня, до высокой абстрагирования от конкретики. Поэтому этот учебник не может содержать в себе научные какие-то там изощрения. Это учебник мягкий, это мягкий ввод учащихся в математический профиль. По поводу планирования, здесь написано два столбика. Первый столбик – это планирование по пятичасовой программе. Пять часов алгебры и плюс сколько-то геометрии, не знаю. Две или три, может быть четыре. Но пять часов алгебры и на многочлены отводится 19 часов. И есть четырехчасовая программа. Программа с расширенным изучением математики. Четыре урока в неделю. Здесь, вот видите, на многочлены отводится 16 часов. И на пятый параграф многочлены, его стандартный вид, отводится всего четыре часа. На стандартный вид многочленов всего час один отводится, вместо двух. Ну, надо сказать, что и то, и та, и другая программа включают практически весь материал учебника. Единственное, вот вы можете обратить внимание, решение дополнительных упражнений к главе 3. По программе, пятичасовой программе – это вот два часа. А по четырехчасовой программе нет вообще никаких часов, их просто не хватает, к сожалению, потому что все углубление, потому что все самое интересное и вкусное в седьмом, восьмом, да и в девятом классе, наверное, находится, ну, в девятом в меньшей степени, находится как раз в дополнительных упражнениях к главам. Туда вставлены задачки необычные, вплоть до того, что там находятся софизмы, а я об этом прошлые два семинара рассказывая не упомянул. То есть в учебнике очень много всяких любопытных вещей. Ну вот мы, собственно, об учебнике и будем говорить. Итак, многочлены. Итак, сумма, разность и произведение многочленов. 14 часов. Я буду рассказывать все время, как будто мы по пятичасовой программе для мат-классов работаем. Ну, значит, вот вы будете ориентироваться в зависимости от того, сколько часов вам дадут, даст администрация на преподавание алгебры по этому УМК. Итак, в параграфе пятом я в предыдущей презентации не успел, забыл сказать о том, как удобнее выполнять приведение подобных слагаемых. Собственно, ничего тут необычного нет. Ну, это единственное, что я хотел подчеркнуть, что надо подчеркивать однородные члены предложения, точнее сказать, наши вот эти подобные слагаемые, одинаковым количеством черточек или там волнистой линии, но при этом надо обязательно подчеркивать и знак, стоящий перед коэффициентом, иначе дети путаются. Ну, мы подразумеваем, что мы, наверное, работаем с мат-классом, и дети в этих вещах уже не запутаются. Хотя на самом деле дети, они ведь в мат-классе тоже дети, поэтому они могут совершать совершенно неожиданные ошибки, особенно если на неделю проболел, а учебник содержит очень много букв, очень много слов, много предложений, абзацев. Прочитать его очень сложно, это реально, дети плохо читают и плохо читают учебники по математике. Они говорят, ну да, это же надо решать. И берут и решают, а как решать? Да бог знает, вот. А то, что надо прочитать сначала, до многих не сразу доходит. Вот, я добавил то, что забыл сказать на прошлой презентации, на прошлом семинаре. Итак, собственно, параграф 6. Видите, я каждый вот параграф начинаю вот так. Параграф 6, на него отводится 14 часов. Дальше, пункт 13. Сложение и вычитание многочленов. Что нужно? Знать, что сумма и разность многочленов есть многочлен. Для чего мы вот об этом говорим? А это потом в 8 классе мы скажем, что множество многочленов замкнуто относительно операций сложения и вычитания. И там не замкнуто, допустим, на каких других операциях. Ну, то есть вот об этом в 8 классе мы скажем. Но надо сказать, что вот про это в общеобразовательном классе можно и не говорить. Следующее, уметь представлять сумму и разность многочленов в виде многочлена. Ну, это нужно и у учеников общеобразовательного класса. Уметь раскрывать скобки, перед которыми стоит знак плюс или знак минус. Заключать скобки многочлен или его часть, поставив перед скобками плюс или минус. Две обратные операции. Ну, кажется, что мы говорили об этом в 5-6 классе. Кажется, что ученики это прекрасно понимают, помнят. Да вот, не так. Это не так. Даже ученики мат-класса регулярно ошибаются в этих местах. Поэтому я на этом акцентирую внимание сегодня. Понимать, что раскрытие скобок и исключение скобки – это тождественные преобразования. Это важный момент. Об этом можно в общеобразовательном классе не сказать, а в математическом классе сказать надо. Потому что при решении уравнений мы будем выполнять тождественные преобразования. И вот это раскрытие скобок как раз является таковым. Идем дальше. Вот по поводу раскрытия скобок. Как раскрыть скобки, перед которыми стоит знак плюс или знак минус. Дальше я привожу отрывок из учебника. Такой фрагментик. Правило. Если перед скобками стоит знак плюс, то скобки можно опустить, сохранив знак каждого слагаемого заключенного в скобки. Вопрос в заголовке относится к учащимся любого класса. Ответ под заголовком, относящийся к первой части вопроса, помогает не всегда. То есть вот то правило, которое я сейчас прочитал, работает не всегда. Ну вот давайте посмотрим, почему это не всегда. Правило должно быть как бы работать всегда. Читаю. Вот согласно правилу, дальше вот на белом фоне написано. Вот опускаем скобки и переписываем слагаемые в скобках со своими знаками. А плюс. Дальше скобки мы взяли, опустили и написали. Икс, минус, у. И все хорошо. Мы сделали все то, как написано в правиле. А если я возьму другое выражение, посмотрите, что получится. То же правило для другого случая приводит к записи. А плюс, скобка открывается, минус x плюс y равно. А плюс минус x плюс y. Что я сделал? А я сделал то, что написано в правиле. Опустил скобки. И слагаемые, которые записаны в скобках, записал со своими знаками. И так вот, и получилось, что два знака у меня остались. И плюс, который был перед скобкой. И еще минус, который был перед своим вот этим слагаемым. Вот мне кажется, что более правильно, что ли, надо бы добавить сюда, в это правило. Так как написано было в 5-6 классе. Опустить скобки и знак плюс перед ними. А все слагаемые в скобках записать со своими знаками. Если нет знака, ну вот в первой записи, а плюс x минус y перед x, который в скобочках не стоит знака, то поставить знак плюс перед ним. Слагаемое, перед которым не стоит никакого знака, подразумевается со знаком плюс. Вот я обращаю ваше внимание. Между прочим, дети бывают такие въедливые. Не все, но среди них как раз бывают такие, которые начинают читать все буквально. Вот поэтому для тех, кто читает все буквально, я и растолковываю вот это правило вот прям на таком конкретном примере. Ну и вам об этом тоже сообщаю, чтобы вы были в курсе, что какой-нибудь Вовочка с последней парты может задать вопрос. Задать вот такой вопрос, а как будет, вот я вот раскрываю скобки, так как написано в правиле, скобки убрал, а то тут у меня что-то вот что. Вот и вы должны, тогда будете рассказать. Значит, сложение и учитание многочленов в столбик, это нужно. Надо сказать, что вот это для общеобразовательного класса, ну так, можно дать, можно не дать. А, еще забыл о чем сказать, с самого начала. Я ведь по учебнику седьмого класса и по учебнику восьмого класса ввел уроки и в общеобразовательном классе. Правда, общеобразовательный класс без какого-либо там статуса, он был достаточно сильный. Там не было таких провальных детей, хороший класс, ровный, но не рвался никто, ни в гуманитарии, ни в математике как бы слабоваты были. Вот и был хороший класс, и три часа брал, какие-то сложные задачки выбрасывал, о которых я тут буду тоже рассказывать. И по трехчасовой программе тоже по этому учебнику работал. Но не рекламирую. Я думаю, что все-таки это УМК для матклассов и для классов с расширенным изучением математики. Так, итак, сложение в столбик. И вычитание в столбик необычно. Но, значит, тут, кстати, написано, записывать нужно многочлены так, чтобы подобные слагаемые располагались друг под другом. Это понятно. Но особенно важно уметь вычитать многочлены, поскольку это действие будет включаться в состав деления многочленов уголком. Это в восьмом математическом классе это будет прям вот тема, прям надо будет там это все решать. Так, делить многочлены уголком. А в девятом классе там со схемой Горнера мы будем заморачиваться. Кстати, на предыдущих двух семинарах я рассказывал, как вычислять значение многочлена по схеме Горнера. И хотя это, в общем-то, материал, относящийся к десятому или к девятому математическому классу, тем не менее в седьмом классе это все работает, и дети отлично с этим делом справляются. Правда, если долго к нему не прибегать, то дети забывают, как работает схема Горнера. Почему она так работает, можно объяснить в девятом классе, а можно и в десятом, попозже рассказать. В принципе, в девятом, наверное, достаточно. А в седьмом классе можно ею пользоваться, можно показать на каких-то примерах, насколько выгоднее с помощью схемы Горнера вычислять значение многочлена, нежели подстановкой обычной. И дети этим пользуются. Так, идем дальше. Так, что еще специального математического в этой теме? Друзья мои, задачи. Прежде всего задачи. Никаких сильных углублений не может быть в связи с возрастом, с возрастными особенностями учащихся. А вот задачи могут быть разные, разнообразные, интересные. Для примера я привожу задачку найти значение выражения, если А равно 1,2, а дальше не Б равно, как это для общеобразовательных классов, а А плюс Б равно 6,2. То есть дети еще должны сообразить, как найти Б. То есть дополнительные какие-то нюансы. 386 номер, докажите, что сумма 5 последовательных нечетных чисел делится на 5. Ну, в общем, тра-та-та-та-та-та-та. Это в 8 классе про делимость будет все. Но уже и в 7 классе ученики могут и должны заниматься с вопросами делимости. А вот 395-й, еще любопытный номер из многочленов тра-та-та-та-та-та. Выберите те, значения которых не изменятся при замене переменной х на противоположное, на выражение минус х. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Речь идет о четных-нечетных функциях, о замене переменной. То есть, вы видите, казалось бы, ну, упражнение и упражнение. А вот оно готовит нас к следующим важным темам. Математических задач в этой теме много и в дополнительных упражнениях. То, о чем я плачу, когда учащийся и учитель вместе с ними переходят на 4-х часовую программу. Тогда для дополнительных упражнений не хватает времени, а там среди них есть очень много красивых упражнений. Ну, вот тут вот приводится несколько. Вот об одном из них 466. Я хочу сказать особо. Дело в том, что показатели степеней, буквенные показатели степеней встречаются в общеобразовательных классах, наверное, только в 9-м, а то и позже, 10-й, 11-й. Мы же решили, что детей можно и нужно приучать к буквенным показателям степеней уже в 7-м классе. Работают они, правда, с этим. Ну, не то, что прям с трудом, но значительно сложнее примеры оказываются, если там есть буквенные показатели степеней. Ну, понятно. Опять же, понятно возраст. Вот еще несколько задач любопытных. Ну, 476 заменить многочлена, M многочленом так, чтобы полученное равенство было тоже действует. То есть фактически решить уравнение, но не с числами, а с многочленами. Это при том, что мы еще про уравнение ничего не говорили. То есть решение уравнений у них остается только табас, которая дана в 5-м, 6-м классе. А в 5-м классе, как известно, это было 6 правил. Ну, я, собственно, об этих правилах скажу вам чуть-чуть позже, когда мы перейдем к следующей презентации, к следующей главе. Вот, ну, то есть вот 476 – это вот воспоминание о решении уравнений, но вот в таком необычном ключе. 480-й, а это подготовка к разложению квадратного трехчлена на множители. Ну, далее. 482-й – это нужно представить числа в виде многочленов, и при этом записаны числа в десятичной, потом в семеричной, потом еще в пятеричной системах счисления. Об этом коротко, и, кстати, этим отличаются учебники издательства просвещения от предыдущей версии тем, что вот здесь включены вот эти числа в новых системах, других системах счисления, нежели десятичная. Вот еще несколько математических, так сказать, задач в дополнительных упражнениях. Вот 488, красиво, минус х, минус, скобка открывается, один минус, скобка открывается, один минус, в общем, вот вы прочитали, красиво, единица написана в десять раз. А в следующей строчке единица написана сто один раз. И если предыдущий пример ученики могут просто написать, вот как оно есть, то сто один раз единицу писать, и писать такой пример не придет в голову никому. Вот поэтому, вот такой любопытный пример. 489, объясните, суть числового фокуса. Ну, тоже необычно. Вот, видите, есть задачи для мат-классов и немало. Параграф 6, сумма разности и произведения многочленов. Значит, пункт 14, умножение одночлена на многочлен. Совсем недавно, да, вот на картинке здесь изображен фонтан в виде Мюнхгаузена, который сидит на половинке лошади, которая не заметила, что ее часть несколько отстала. Вот, ну, вот этот фонтан, это просто иллюстрация к тому правилу фонтанчика, по которому производится умножение одночлена на многочлен. Термин придумали дети, охотно им пользуются, поэтому я решил, что правило фонтанчика, которое, кстати, дети общеобразовательного класса придумали, вот, что вот это правило можно так и называть. Ну, что нужно? Нужно знать это правило, уметь выполнять умножение одночлена на многочлен, вот в виде этого фонтанчика. А вот кое-что для математиков. Если обозначить степень одночлена М от слова маном и многочлена П от слова полином, как дегри М и дегри П, дегри это, собственно, степень по-английски, то тогда степень произведения одночлена и многочлена будет равна сумме степеней одночлена и многочлена. Я предлагаю сравнить это правило, которое можно вывести прямо вместе с детьми, с правилом логарифма произведения. Ну, то есть вы видите, что речь идет о пропедевтике понятия логарифм числа. Дальше для математиков предлагается вот такая табличка, в которой нужно вычислить степень и какую-нибудь. Если известно степень одночлена и многочлена, и нужно еще что-то вычислить. А если известно степень произведения и степень многочлена, найти степень одночлена. Ну, то есть вот заполнен пустые клетки. Любопытная таблица, дети работают с ней охотно, применяя вот это правило, которое нам дает возможность перейти к логарифмам легко и просто. Что еще специального математического в этой теме? Ну, конечно, задачи. Дальше я привожу несколько задач. Задачи со звездочкой. Нужно пояснение. Этого пояснения в учебнике нет. Дело в том, что знаком звездочка обозначаются не одинаковые, а разные объекты. Об этом надо сказать детям. Но написать это в учебнике как-то не получилось. Ну, подразумевается, что это разные вещи. Под одной и той же звездочкой, но разные одночлены. 408 номер. Упростите выражение. Дальше я привожу пример. Значит, когда происходит умножение одночлена на многочлен, а показатели степеней наших буквенных выражений сами являются буквенными выражениями. Ну, а дальше вот очень красивый пример 417. При каких значениях параметра? Как коэффициент равен 4? То есть надо раскрыть скобки, привести подобные слагаемые. Получится какое-то уравнение. Но уравнение из простейших. Мария Николаевна, я вас приветствую. Да, есть еще волшебная фраза. Много любопытных вещей. Значит. Так. Идем дальше. Еще примеры. Примеры. При каком значении параметра? А многочлен. При многочлен при x равном 1 и x равном минус 1 принимает одинаковые значения. Это тоже задача. Во-первых, с параметром. Это страшное слово произнесено. И пусть дети уже привыкают к нему. Таких примеров не очень много. И дальше мы опять попадаем в раздел уравнения. Потому что там получится простенькое уравнение. Которое ученики, успешно закончившие 5-6 класс, должны уже уметь решать. Похожий номер 419. 420 опять связан с делимостью. А 424-й, найдите значение выражения, там номер, видимо, из повторения, очень напоминает некоторые задачки из ОГЭ для 9 класса. Вот. Сразу. Прерву свою монологическую речь на некую ремарку. Для учителей, которые меня сейчас слушают, хочу сразу сказать. Несмотря на то, что ОМК для математических классов я ни сегодня, ни на следующем занятии не планирую говорить, ни слова не сказать, вернее, планирую ни слова не сказать. О самом ОГЭ, о самом ЕГЭ ничего не говорить. Мы будем говорить только о том, как некую базу дать учащимся, как ее дать проще, как какие-то нюансы в той или другой теме заметить, чтобы ученики не пропустили эти нюансы. Поэтому никаких, не ждите от меня никаких решений, никаких ОГЭ и ЕГЭ, ни сегодня, ни в ближайшее время. Будем говорить только о каких-либо задачах, которые связаны с определенными темами, в частности, 7 класса. Ну вот что еще специального математического в этой теме. Не стоит проходить мимо исторического материала. Несколько слов о геометрической алгебре древних греков нужно сказать. И поводы для этих слов есть в самом учебнике. Есть задачки из геометрической алгебры, рисунки. И исторический рисунок, и просто задачка. Поэтому буквально несколько слов проговорить. Это займет минуту, а может быть и меньше, а может быть две, не более. Но это раскрасит наш урок, это даст возможность ученикам немного отдохнуть, немного расслабиться, заинтересоваться чем-нибудь. В конце концов, восхититься своим любимым учителем математики. Боже мой, а он вон, смотрите, сколько всего такого знает. В учебнике-то ведь не написано ничего. А он вон о чем говорит, он что знает. Он у нас не просто так прочитал от всех до сих, отторобанил у доски и сказал, а теперь решаем задачу. Нет, он у нас человек, он какой высококультурный и многознающий. Далее. Кстати, вот я свою монологическую речь уже 35 минут веду. Вы должны были через 20 минут после начала моего моноспектакля отключиться, устать, отдохнуть, а потом снова включиться и вновь начать слушать меня с удвоенным вниманием. Так, значит, умножение одночлена на многочлен в столбик. Ну, точнее, наоборот, многочлена на одночлен в столбик. Ну, я показал, как производится. И можно, кстати, учащимся дать какой-нибудь номер выполнить. Сначала фонтанчиком, а какой-нибудь в столбик. И спросить, а как вам нравится, какой способ проще, удобнее. Ну, мнение обязательно разделится. И вы скажете, вы можете выполнять это умножение любым способом. Главное, чтобы ваш ответ был верным. Так, умножение многочлена на многочлен. Ну, теперь вот у нас два фонтанчика. Мюнхгаузена не будем картинку рисовать, уже было. И других фонтанчиков тоже подрисовывать сюда не будем. Что нужно? Четыре часа на этот пункт, 15, мы хотим потратить. Мы должны довести до автоматизма умения применять правила умножения многочленов для преобразования произведения в многочлены. Что нужно? Знать и уметь доказывать правила умножения многочленов на многочлен. На примере умножения двух двучленов. Причем, если я буду преподавать в общеобразовательном классе, я, наверное, не спрошу у учащихся, выйдите и докажите, после того, как я объяснил на следующий урок, докажите правила, покажите, как. Я буду говорить, так, ну-ка, давайте-ка мы попробуем решить вот такой-такой пример, и на этом примере вы все расскажете. А вот в мат-классе, почему бы нет? Скажите, ну-ка, докажите правила умножения многочленов на многочлен, причем один раз на примере умножения двух двучленов, а второй раз двучлена на трехчлен, например. Ну, то есть, вот, далее. Нужно знать, что произведение двух многочленов, если снова многочлен, то есть множество многочленов, опять для восьмого класса, замкнуто относительно операции умножения. Нужно уметь находить старший коэффициент, в скобочках, свободный член, степень, произведение двух многочленов, зная старшие коэффициенты или свободные члены, или степень каждого многочлена. Вы догадываетесь, чем закончится вот эта фраза. Если степень многочленов P1 и P2 записать как дегри P1 и дегри P2, то степень P1 умножить на P2, степень произведения равна сумме степеней. Ну, вот опять пропедевтика, свойства логарифмов. Ну, пусть еще раз оно возникнет, пусть. И, кстати говоря, здесь можно с учениками поговорить, что-то так мы про одночлены так же у нас получилось. Одночлен умножить на многочлен. И про многочлены так же получилось. А до этого мы еще и про одночлены точно такое же правило выявили. Степень произведения одночленов равна сумме степеней каждого одночлена. Что так, почему так, откуда такое? Ученики могут догадаться и сказать, что ведь одночлен же является многочленом. Да. Ну, так вот это, то, что мы записали сейчас, это общее правило. А в частности оно справедливо еще и для одночлена и многочлена, и для двух одночленов. Ну, то есть можно на уроке, пока кто-нибудь у доски чего-нибудь решает с остальной частью класса, о чем-нибудь заводить какие-нибудь коротенькие беседы, такого вот обобщающего характера, а можно со всем классом. В общем, все зависит от того, как идет урок, куда можно воткнуть этот материал. Если никуда не получается, значит никуда. Если в начале урока сказать, что учащимся сегодня на уроке предстоит увидеть и самим потрогать экспонат, датируемый третьим веком до нашей эры, я бы сказал точнее, 350 годом до нашей эры, потом преподнести красиво формулу умножения многочленов, то вот некая интрига урока будет появиться. Надо, правда, еще и красиво формулу преподнести, так чтобы ученики все-таки поверили, что это вот экспонат, который потрогать можно. Музей попробует что-нибудь, потрогает. Ох, ох, не получится. А здесь вот, пожалуйста, не просто потрогай, а сам даже порешай. То есть вот это можно все как-то красиво обыграть. Это зависит от фантазии учителя, от его желания, от класса в некотором классе. Есть желание и пошутить, и есть желание о чем-то рассказать, а в некотором классе нет такого желания. Хочется сказать так, запишите, но она 12, 2, решаем. И все, скучно, грустно всем и им, и им. Поэтому интереснее сделать что-нибудь поживее. Еще в учебнике есть хорошие задачи. Ну вот там 427 я привел, особенно под буковкой В. Многочлен 2х в степени n-3, х в степени n-1, умножить на минус х в степени n, и пошло-поехало. Определите степень, старший коэффициент, свободный член такого многочлена. Вот еще один момент. Приведена обложка на слайде. Обложка учебника 1703 года нашей эры. Это арифметика Магнитского. И вот один персонаж на этой обложке, я его увеличил, вот этот персонаж, дяденька, который держит что-то а-ля глобус, ну не глобус, а вот шар с какими-то большими кругами. Вот. И у этого дяденьки еще есть свиток в левой руке. Вот этот, на этом свитке, на этом пергаменте, написано то, что я записал вот в середине. 2r плюс 1, дальше 3r, вот этот значок, это знак минус у Магнитского, минус 2, а дальше 6q плюс 3r, на самом деле это, это умножение двух, двух членов. r, это по-нашему x радикс, то есть корень r радикс, мы его буквой x обычно обозначаем. А q это от слова квадрат. 6q это 6x квадрат по-нашему. Вот 3r умножить на 2r плюс 1 будет как раз 6r квадрат или 6q плюс 3r. Ну вот вам, пожалуйста, в 1703 году умножение, но у членов в столбик было, а мы чем хуже? или мы какие-то вот, не знаю, вот у нас, за нас все должны делать какие-то, не знаю, девайсы, ничего подобного. Мы должны быть умнее. Ну, в общем, в общем, видите, Магнитский привел это аж на обложке. Я считаю, что детям это надо знать, надо показать. Ну вот опять о хороших задачах. Я все время подчеркиваю, что много хороших, интересных задач для математических классов. Вон 450 задача вообще в каком? В 8 классе еще раз третится. И в нескольких аспектах мы эту задачу увидим. Так, ну, идем дальше. О, каждая презентация заканчивается вот таким слайдом. И в заключение, если у вас возникли вопросы, вы на них не получили ответа во время семинара, пишите на электронную почту feoktystov-ee собакорамблер.ру или другая почта feoktystov-ee собакойандекс.ру первый вот написанный на экране адрес иногда глючит. Ну, как-то неровно работает, я бы сказал. Это, во-первых. Во-вторых, там у меня, этот адрес у меня очень давно, и туда идет еще помимо важных, полезных, нужных писем от учащихся, от учителей всей необъятной родины еще и всякий спам сыпется, купите то, купите сё. Вот. А на Яндексе, она у меня свеженькая почта, туда спам не сыпется, поэтому оно такое свежее. Так, итак, вот это у нас была презентация про многочлены. Теперь вот вот, следующая презентация. И следующая тема. Ой, я забыл назвать себя. Я вообще не представился. Товарищи, вот тут написано сейчас. Сейчас прочтем. О, Феортистов Илья Евгеньевич, соавтор учебно-методического комплекта авторов Юрий Николаевич Макарычев, Григорьев Мендюк и Мишков Константин Иванович. Глава, четвертое, уравнение. Ну вот это то, ради чего создавалась вообще алгебра. Значит, на эту главу отводится 18, и 16 часов, соответственно, все дальше читать не буду. Дальше вы скачаете презентацию, у вас будет планирование. Оно будет еще и на сайте издательства просвещения, но на сайте издательства я не видел вот этих вебинаров, которые можно было бы повторно посмотреть, еще раз презентации скачать. Поэтому скачивайте, пока есть возможность. Смотрите и запоминайте вопросы, задавайте вопросы на вкладке «Вопросы». Нет вкладки «Ответы», но я постараюсь все равно ответить. Про сертификаты тут вопросы. у меня пишут письма, всякие, вот много, вот Мария Николаевна, у вас на видеоэфире есть ФИО. О, точно, для тех, кто был незнаком. Да, верно, верно. Спасибо. Спасибо. Ну да, итак, глава 4 уравнения, параграф 7 уравнений с одной переменной, 5 часов всего, мы знакомимся с уравнением, интересно, что здесь можно рассказать такого вот, вот такого. Давайте посмотрим. Знать определение корня уравнения, или по-другому говорят, решение уравнения. Для общеобразовательного класса, знать определение области определения уравнения, или область допустимых значений переменной, входящей в уравнение ОДЗ. Мне все-таки больше нравится ОДЗ. Это я вслед за Земляковым полюбил ОДЗ вместо области определения, потому что области определения, ну, Земляков так говорил, значит, что области определения больше относятся к функции, а область допустимых значений вот к каким-либо выражениям, уравнениям, неравенствам, то есть не к функциям. Область допустимых значений к алгебре, а область определения функции скорее вот началом математического анализа. Уметь объяснять, что является уравнением с одной переменной. Объяснять. Нет никаких определений уравнения, хотя можно с учениками придумать это определение. Что там ведь важно? Важно, чтобы было А равенство и Б, чтобы была где-нибудь переменная в одной стороне или в другой, или в нескольких переменных. То есть с учениками можно это определение придумать. Уметь выяснять, является ли данное число корнем уравнения. Понятно. Знать, что значит решить уравнение. Тоже понятно. Это и для общеобразовательного класса нужно. Знать определение равносильных уравнений для общеобразовательного класса тоже нужно. Знать свойства уравнений, позволяющих переходить от данного уравнения к равносильным уравнению. О, вот это важно. Это очень важно. Это для мат-класса и для общеобразовательного класса нужно. И вот оно. Вот они, вернее. Эти самые свойства. Из данного уравнения не получается равносильное ему уравнение, если тара-та-та-та-та-та-та-та-та. И сейчас мы про эти тара-та-та поговорим несколько слов. Значит, определение уравнения дается на примерах. Но об этом я чуть-чуть сказал. Можно и обобщить. Главная идея решения уравнений это переход от одного уравнения к другому равносильному данному. Точка. Нет, там точка с запятой. Но я к тому, что это очень важно. Это очень важно. Это вот, собственно, метод решения уравнений, который используется начиная с пятого класса. Все уравнения, не имеющие корней, равносильны. Об этом учебнике сказано. И вроде бы и кажется, что это, наверное, не очень важно. А нет. Это важный момент. Не всегда приведение подобных слагаемых приводит к расширению области допустимых значений. Привести можно кучу примеров. Я не стал здесь приводить. В учебнике приводится пример решения уравнения, в котором приводятся подобные слагаемые, и область, допустим, в значении расширяется, и появляются посторонние корни. О посторонних корнях я начинаю говорить позже. И так и называю посторонними корнями те корни, которые являются корнями уравнения следствия, но не являются корнями исходного уравнения. Прямо определение такое даю. Но это позже. А здесь вообще таких случаев-то не будет. Поэтому в седьмом классе вот про эти приведения подобных слагаемых можно упомянуть, но не актуально. Использование знаков равносильности исследования в седьмом классе нецелесообразно. Иногда можно видеть вот таких учителей, молодых, ретивых, которые считают, что везде надо применять такую символику. Не надо. Лишнего зачем? Еще некоторые нюансы. Уравнение – это то, что породило предмет алгебры. И рассказать здесь о диафанте, а потом об алхорезме, конечно, надо. Надо сказать, что вот алгебра и алхорезме такие созвучны имена и неспроста. Там есть Алджебр, Валму Кабала. Это книжка алхорезмы. Но так вот книжка алхорезмы, Алджебр, Валму Кабала, на самом деле это пересказ книги диафанта «Арифметика». Мы считаем, что это алхорезмы, там какие-то вот правила придумал, ничего подобного. У диафанта все эти правила были. Но вот традиция такова, что мы считаем, что алхорезме нам вот в книге Алджебр, Валму Кабала как раз рассказывает о том, как переносить слагаемые, ну и так далее, и так далее. А не диафант. Просто диафант появился в Европе, в Запной Европе позже, чем перевод алхорезме. Решить уравнение значит найти множество его решений. Вот так вот написано в учебнике. Но из этого не следует, что в ответе всегда нужно писать именно множество. Там мы решили уравнение 2х равно 6, значит х равен 3, и в ответе пишем 3 фигурных скобка. Да ничего подобного. Х равно 3, и все хорошо. Хотя я предпочитаю, конечно, написать не фразу «нет корней», а нарисовать знак пустого множества. А вот если х равен 3, то написать х равно 3. или просто 3, без фигурных скобок. Почему-то не знаю. Вот дурный вкус. Наверное, так. Задание. Найдите множество корней уравнения. Смотрите, как звучит. Найдите множество корней уравнения. То есть надо искать множество, которое будет состоять из корней уравнения. А другое задание. Решите уравнение. Ну, тут все понятно. Решите уравнение. Вот так вот, вот эту вот первую фразу, найдите множество корней, нужно трактовать, да и, собственно, решите уравнение. Нужно трактовать так. Задайте перечислением множество корней уравнения. Перечислением. Потому что, если ученик умный, да еще и такой находчивый, то он может, имея уравнение, посмотрите последнюю строчку этой презентации, имея уравнение f от x равно нулю, он может написать ответ x равно, фигурная скобка, x такие, что f от x равно нулю. Да, он задал множество, правда не перечислением, а с помощью характеристического свойства, описанием. И он, в общем, прав. Он что сделал? Он нашел множество корней уравнения и записал его множество x, как раз состоит из корней уравнения. Но надо бы описанием было бы задать. Для учащихся математического класса уравнения. Уравнение x четвертой минус 13x квадрат плюс 36 равно нулю уже биквадратное уравнение. Можно назвать его так, а можно назвать уравнение четвертой степени. Полиномиальное, то есть полином в левой части, в правой ноль. 505. Приведите пример уравнения, множество корней которого состоит из одного числа, является бесконечным, является пустым множеством. В общеобразовательном классе на эти пункты B и V внимание не обращается. Номер 506. Обратите внимание, что мы пока решать уравнение еще не умеем, но вот уже что-то происходит. 509 любопытный. Решите уравнение. Дальше модуль x равен 18. Но модуль x равен нулю. Это дети еще догадаются. А вот модуль x равен минус x, это вообще жуть с грустью, потому что минус x учеником воспринимается как число отрицательное. Для ученика, если написан минус, то это все, это отрицательное число. Не важно, что там x или 5. Если минус 5, да, отрицательно. А если минус x, то нет. Нет. Еще раз нет. Поэтому вот тут придется с учениками на эту тему беседу беседовать. Наверное. Какие свойства уравнения позволяют утверждать, что равносильно уравнение? Тут надо поразговаривать о свойствах. Это очень важно и очень полезно, что делаем. При каких значениях m равносильные уравнения? 513 номер. Это для мат-класса хорошо. Решить уравнение k, x, y, минус 1, равно минус p, где k, x, y не равны нулю. И решить относительно переменной x или переменной y. Тоже очень интересное уравнение. Тем более, что привыкаем решать относительно x. Почему x, а не y? Надо спросить уровня Декарта и издателя его знаменитой книги «Рассуждение о методе». Потому что букв x в типографии было больше, чем букв a, b и c. Далее. Дополнительные упражнения. Имеет ли уравнение положительные корни? Ну вот надо будет это обсудить. Ученик решал задачу выбрать из чисел, выбрать те, которые являются корнями уравнения. И какие-то корни, и какие числа из этого списка ученик взял и отбросил. Объясните, почему, какие числа он отбросил. Тоже задача не из самых простых, явно для учащихся математического класса. Ну, 616, любопытная задача. В общем, я привел достаточно много разных примеров, чтобы убедить вас в том, что эта тема содержит много задач для класса с углубленным изучением математики. И, естественно, в этой теме есть задачи, их тоже немало, для того, чтобы отработать какие-то базовые навыки. Так. Линейное уравнение его корней, пункт 17, 2 часа. Линейное уравнение нужно знать и уметь решать. Знать определение линейного уравнения с одной переменной, знать, что линейное уравнение может иметь один корень, бесконечное множество корней, или не иметь корней вовсе. Почему? А потому что? А потому что линейное уравнение не является полиномиальным уравнением. Таким, например, как квадратное уравнение или уравнение третьей степени. Линейное уравнение – это уравнение, при некоторых условиях, это уравнение первой степени, полиномиальное. При некоторых условиях это уравнение нулевой степени, когда переменной х не будет. и еще и уравнение с неопределенной степенью. Например, 0х равно нулю, степень этого уравнения неопределена. То есть линейное уравнение включает в себя три вида разных уравнений. Оно называется одним словом – линейное уравнение. А вот квадратное уравнение – оно квадратное и все. И оно квадратное, и больше. Оно полиномиальное. Так, уметь решать линейное уравнение, в том числе в случае, если уравнение не имеет корней или имеет бесконечное множество корней, в этом случае можно сказать, что корнем уравнение является любое действительное число. Слово «действительное» до сих пор не произносилось. И не будет произнесено до восьмого класса. Но, тем не менее, все-все числа – это и есть все действительные числа. Так, о решении линейных уравнений. Сейчас, секунду. Итак, в пятом классе учащиеся решают уравнение с помощью правил, чтобы найти неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое, неизвестное вычитаемое, и пошло-поехало. Шесть разных правил. В шестом классе учащимся сообщают о том, что слагаемые за одной частью уравнений можно переносить в другую, меняя знак слагаемым на противоположный, что можно умножить или разделить, ну и так далее. То есть формально учащимся в шестом классе уже сообщают все те свойства уравнений, о которых мы с вами говорили. Но, вот перед тем, как рассказывать о линейных уравнениях, я даю учащимся, которые как бы уже умеют решать уравнение 3х равно 12, или 2х минус 1 равно 0. Вот столько вот уравнений. я привел сейчас на слайде, сколько-то там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 26 уравнений, которые нужно решить за 15 минут и не допустить там, ну седьмой номер дополнительный, и не допустить там ни одной ошибки, чтобы получить пятерку. И учащиеся седьмого класса, умеющие решать вот такие уравнения, начинают допускать такие любопытные ошибки, о которых я вам хочу сказать. Почему? Почему ученик, легко решающий уравнение 3х равно 12, при решении уравнения 12х равно 3, делит 12 на 3, а не наоборот? Почему? Вот этот тест, который я вот перед этим, или самостоятельно работа, как угодно, я его как тест даю, то есть вот пишите ответ, рядом с уравнением напишите ответ, быстро, не переписывай, не оформляй ничего, решили где хотите, не на столе, конечно, в тетрадке, нигде хотите, в тетрадке, или на черновике. Вот, и напишите ответ. Почему при решении уравнения 12х равно 0 ученики сообщают, что у этого уравнения нет корней? Потом они говорят, да делить же на 0 нельзя, попробуй их убедить в том, что мы на 0 и не делим здесь. Почему при решении уравнения 3х равно 2, некоторые ученики пишут, что данное уравнение не имеет корней? Хорошие ученики, сильные, но у них они такие средние такие. Почему ученики, решающие уравнение 1 3х равно 2, затрудняются в решении уравнения х? Третьих равно 2. Вот у них возникают какие-то стереотипы. При решении вот этих уравнений, они смотрят на уравнение и вот так вычленяют. А, вот это я решал, 3х равно 12. И дальше, и дальше как-то, а дальше как-то эти стереотипы почему-то перестают иногда применяться как надо. В общем, все непонятно. Психолог должен отвечать на вопрос, но вы имеете в виду, что мы с такими случаями можем встречаться, а чтобы их избежать, мы в 7 классе принципиально новый подход в решении уравнений начинаем использовать. А именно, вот эти свойства уравнения, изложенные чуть ранее, но не доказанные, кстати говоря, в учебнике, позволяют заменять уравнение более простым, но равносильным данным. Эти три свойства заменяют 5 из 6 изложенных выше правил. Это упрощает работу с уравнениями. И сейчас я вам несколько слов скажу о том, как подсказать учащимся более простой ход при решении линейных уравнений. Уравнений вида АХ равно Б. Значит, свойства уравнений позволяют упрощать решение уравнений вида АХ равно Б. Например, часто бывает удобнее не делить обе части уравнения на число А, на коэффициент, а умножить обе части на число, обратное этому коэффициенту. Например, если А у меня равно, допустим, 1 третьей. 1 треть Х равно там чему-нибудь. Так проще же умножить на 3 обе части уравнения и все. Иногда удобнее перед решением уравнения умножить обе его части на такое число, чтобы все коэффициенты стали более удобными. Ну и в таком случае решать уравнение будет проще. Вероятность ошибки меньше. Чего мы хотим? Мы хотим получить правильный ответ. Тогда давайте использовать какие-то приемы, которые позволят нам прийти к правильному ответу более простым путем. Обратите внимание, что при решении уравнений недопустима запись вида Х равно 3 вторых равно 1,5. Должен быть один знак равенства. Уже при объяснении нового материала фактически использовались параметры. И поэтому уже здесь уместно решать уравнение с параметром, не называя параметром этим страшным термином. А может быть иногда, периодически, пусть он и увлекает, ничего страшного, дети привыкнут, сначала вздрогнут, потом ничего, постепенно. Ответ в виде неправильной дроби наказывать снижением оценки нецелесообразно, на мой взгляд. Ой, да, забыл с самого начала сказать. Товарищи, я сейчас говорю о каких-то вещах, которые присущи моему стилю преподавания, мне вот самому и некоторые мои высказывания носят, поскольку я субъект, они носят субъективный характер. Поэтому вот эту последнюю фразу надо воспринимать именно как субъективную информацию. Ответ в виде неправильной дроби наказывать снижением оценки нецелесообразно, поскольку именно в таком виде дается определение рационального числа, отношение целого числа к натуральному. Ну, собственно, вы, наверное, видели, что такие ответы в виде, там, я не знаю, три вторых, иногда попадаются в разного рода решениях, ЕГЭ, ОГЭ и прочее. Ничего страшного не происходит. Хотя в пятом, шестом классе я, ну, этот ответ, как ответ воспринимать не буду. А седьмой – это другое дело. Для мат-класса можно строго доказать свойства уравнений данной в учебнике без доказательства. Можно. Одно, например, дать свойства доказательного во время урока, а одно свойства дать в качестве домашнего задания. Можно добавить уравнения с параметром, взяв их из дидактических материалов. Ну, я взял их еще из тех дидактических, но они эти задачи перекочуют и в эти новые дидактические материалы, пока их можно взять оттуда, а в последующем они появятся там, где надо. Для мат-класса составьте какое-либо линейное уравнение, которое имеет единственный корень, равный минус 3, не имеет корней, решите уравнение модуль 7х равен 14. С модулем уравнения простенькие. В уравнении ах равно 15 найдите коэффициент а, зная, что корень уравнения равен а. То есть мы, вообще говоря, решаем задачу с параметром, но она такая, сводящаяся к очень простому линейному уравнению. Найдите все целые значения коэффициента а, при которых корнем уравнения является целое число, работа с целочисленными уравнениями. Решите уравнение xy равно 2k относительно переменной то x, то y. Но это было и еще раз повторяется. Вот, товарищи, это опять такой же слайд, который мы с вами уже сегодня видели. Так что скачивайте презентацию, у вас будет мой уравнение. Про конкурс кенгуру меня спрашивают. Хороший конкурс. Так. Итак, что у нас уравнения? Про параграф 7 мы сказали. Про параграф 8 решение уравнений и задач. Решение уравнений, сводящихся к линейным и решение задач с помощью уравнений. Друзья мои, я сейчас достаточно быстро обо всем расскажу и, значит, постараюсь к 17.30, ближе к 30, закончить вот рассказ об этой главе и отвечу, постараюсь ответить на вопросы. На некоторые, может быть, я уже ответил, но почитаем вопросы и попробую на них ответить. Мне, значит, сказали, что некоторое время мне после 17.30 разрешат еще пообщаться с вами либо вот прям так в эфире, либо в чате. Не знаю, как разрешат. Прошлый раз площадка была занята и меня прям вот как только я сказал до свидания, прям чпок и выключили. Так нужно было, потому что все. А сейчас вроде бы как обещали. Ну ладно, идем дальше, идем дальше. Значит, ну все, с планированием понятны. Шагнули дальше. Что нужно в пункте 18? Решение уравнений, сводящихся к линейным. Уметь решать уравнение, сводящиеся к линейным. А вот и какую-то я картинку в интернете по этому поводу нашел. С яблоками, которые обозначены Х. И гирей такой, как бетонный столб. Ну в маленьком размере такой. Ну ладно. Значит, что там? Пункт содержит очень подробные решения различных видов уравнений. Правда, очень подробные. Друзья, вот то, о чем я рассказываю. Это замечательный учебно-методический комплект. Замечательный. Но некоторые вещи там так подробно рассказываются. Вот этот пункт про решение уравнений рассказывается так подробно. Прям очень подробно. Даже очень. И во время урока надо прям часть этого пункта взять и прочитать, чтобы дети не боялись этого учебника. Не боялись, что его можно, что его как-то можно открывать и читать. Не только решать оттуда, но и читать там что-то можно тоже. Не только правила. Вообще не по диагонали, а прям целиком взять и прочитать. Я даже не знаю. Рассказывать решение уравнений, сводящихся к линейному, учителю даже и не представится возможным, потому что в пункте все написано. Взяли, прочитали про решение от какого-нибудь одного уравнения и все. И дальше решаем. Вот пример первый. Решить уравнение. Пример второй. Там есть пример третий. Пример четвертый. Дальше пошло-поехало. Уравнение, сводящееся к линейным для учащихся математического класса. Друзья мои, я думаю, что такие уравнения, о которых сейчас идет речь, те, которые я здесь привел, давать в общеобразовательном классе не стоит, не нужно. Дай бог, чтобы они решали просто уравнение обыкновенное, линейное, и этого достаточно. А вот в мат-классе надо. И вот с одним модулем, и с двумя модулями, и с параметром, и решите относительно х, а потом захотите сказать, а теперь решите относительно у уравнение. Это все пригодится, все нужно. А дальше смотрите 542. Это показательное уравнение. Ну, про показательное уравнение я говорил. Можно ли давать учащимся 7-го, 8-го, 9-го класса показательное уравнение? Да, можно. На предыдущих вебинарах я, на одном из предыдущих вебинаров, я семинар. Вебинар. Значит, я рассказал, что линейное уравнение сводится к линейной функции, а показательное уравнение связано с показательной функцией. И та, и другая монотонны. Но мы линейное уравнение решаем и не обращаем внимания, что это линейная функция. Ну, так точно так же и с показательными уравнениями точно так же можно решать, не обращать внимания, что про показательную функцию мы ни слова не сказали. Да и бог не. Исторические задачи. Надо сделать одно замечание к этим историческим задачам, их там достаточно много, решить уравнение с древнеегипетских папирусов. А вот не было в древнеегипетских, древнеармянских, древневавилонских папирусах, глиняных табличках и прочих, древнекитайских и древнеиндийских летописях, сутрах, не было никаких уравнений. Везде, и там, и там, и там, и там, решалась конкретная задача. И говорилось так, делай, как я говорю. И идет дальше рассказ, прибавь к этому числу это, из этого вычти это, раздели на то, а потом на сё, и получишь ответ. Почему так надо делать, откуда что взялось, никаких объяснений. Это вот мы потом прочитали эти самые древнеегипетские папирусы и свели те задачи, о которых идет речь, вот к таким уравнениям. Поэтому вот такое замечание. Не ищите в древних текстах никаких вот таких уравнений, их там просто нет. Решение уравнений и задач, и задач. Вот, собственно, решение задачи есть предмет алгебры, как таковой, вот как исторической науки. Я привожу здесь опять фрагмент из учебника для седьмого класса нашего УМК. При решении задач с помощью уравнения поступают следующим образом. Обозначают неизвестное число буквой и составляют уравнение, используя условия задачи. Дальше. А иногда говорят, что составляют некую математическую модель этой задачи. Я не согласен с тем, что это математическая модель, потому что составили уравнение, ну и что это, как эта модель. Не знаю, не вижу я тут модели. Про модели чуть позже. Решают полученное уравнение. Все понятно. Истолковывают полученный результат в соответствии со смыслом задачи. То есть полтора землекопа. Не, не подошло. Значит, надо смотреть что-то другое. Что мы должны? Уметь решать текстовые задачи с помощью уравнений. Да. Знать, что при составлении уравнений используются или литературные стили оформления, как это сделано в учебнике, или с помощью схем, таблиц, других вспомогательных средств. Например, табличный стиль оформления решения задач. Вот я взял задачу 600 из учебника и там кратенько ее обрисовал. Ну, собственно, это вот просто как пример. Я привожу, думаю, что никого из слушателей учить этому не нужно. Просто не забудьте, не забудьте этот табличный способ оформления решения задач тоже детям показать. Потому что в учебнике о нем ни слова не сказано. А дети, в общем, тоже должны знать. Теперь вот про математическую модель. Значит, что такое математическая модель? Ну, это некая абстракция такая, оторванная от действительности, выраженная с помощью математических символов. И не только там формулы чего-то такого. И тут вот приводится в интернете, я нашел, классификация по отрасли науки. Применение математических моделей, физики, социологии, химии и так далее. По математическому аппарату, который используется в процессе моделирования. Модели на основе дифференциальных уравнений, дискретных алгебраических преобразований и тому подобное. Друзья мои, ну, вот просто по задачке, которая предыдущая, вот мы составили вот это уравнение. 2х равно плюс 2 умножить на х плюс 20 равно 2 умножить на 130. Друзья мои, ну, это очень слабо для математической модели, на мой взгляд. Поэтому я таких громких слов для решения задач не использую. Вот, наверное, все, о чем я хотел сегодня вам рассказать. Я вижу тут вот много людей говорить спасибо за полезный материал. Да, пожалуйста, приходите еще и сейчас я попробую ответить на вопросы, которые вот у меня тут светятся. Значит, а вопросов у меня немного. Значит, так, 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 сейчас я прочту секундочку. Так, так, учебные пособия с самостоятельными контрольными работами вызывают у некоторых учителей, ну, позитивные эмоции. И, в общем, это правильно, честно говоря. Друзья мои, я тоже такой же учитель, такой же, как и вы, работаю, работал в школе, работаю в школе, надеюсь работать в школе. И поэтому, когда я все это писал, и когда я шлифовал вот этот учебник, в который меня призвали как соавтора, значит, я просто работал как для себя, зная всю эту кухню изнутри. Поэтому, ну, вот, привет вам от вашего коллеги, учителя, а не научного работника, там, или чего-нибудь, чего-нибудь. Или там, вот так. Как бороться с восприятием записи минус х, как отрицательного числа. Даже толковые дети кидаются в отрицательное понимание, хотя сами же выясняли, что это неверное восприятие. Ну, да, да, не знаю, как бороться. Мария Николаевна задает вопрос, на который вот так вот одним предложением, наверное, не ответишь. Мария Николаевна, приезжайте на каникулы и заходите. Давно не были в гостях, а заодно этот вопрос обсудим. Так, табличный способ позволяет содержать задачи, держать на виду, и решение не вызывает затруднений. Говорят нам, да, и это правда табличный способ. Он такой более компактный и более прозрачный, что ли. Мне тоже он нравится. Но вот авторы учебника, соавторы, не всегда были согласны со мной. И поэтому не стали включать вот такую табличность по оформлению прямо в учебник. Ну и вообще говоря, учебник не может содержать все-все-все, иначе он будет чересчур толстым. Да и, в общем-то, учителя окажется ненужным. Мы же с вами должны показать детям, что мы знаем гораздо больше, что мы умеем гораздо больше того, что есть в учебнике. И учебник нам, так сказать, это все, знаете, азбука, которую мы сейчас в два счета научим вас всех. Поэтому в учебнике и не стоит ожидать всего. Так, секунду, вопрос такой. Почему при решении задач вы не делаете акцент на ОГЭ и ЕГЭ? Это психологический прием или? Значит, я еще раз хочу. Вот эти все семинары провожу мне с целью подготовки сейчас учителей, которые должны готовить учащихся, нацеливать их на ОГЭ и ЕГЭ. ОГЭ и ЕГЭ – это вопрос девятого класса и одиннадцатого класса. А до этого момента мы с вами должны заниматься обучением детей. А в девятом, но отчасти в втором полугодии, натаскиваем. Одиннадцатый. Надо вещи откровенно называть своими именами. Да, тоже натаскиваем второй полугодия одиннадцатого класса. Да, готовим к экзамену, решаем те или иные задачи. Вот поэтому сейчас говорить о решении задач в плане ОГЭ и ЕГЭ нет никакого смысла. Мы должны научить детей решать задачи. Причем к этому вопросу мы будем возвращаться к решению задачи и в восьмом классе, и в девятом классе. Вообще это связано с тем, что у Макарчева и компания принцип построения учебного материала должен концентрически повторяться. То есть я прохожу сначала линейное уравнение, потом квадратное уравнение, потом уравнение более высоких степеней, третьей степени, биквадратный, еще что-нибудь. То есть я прохожу степень с натуральным, потом с целым, потом с рациональным показателем. То есть один и тот же материал у меня повторяется и выходит на новый уровень по спирали. Вот это то, что касается задач ОГЭ и ЕГЭ. Какую доску лучше использовать для записи, меловую или маркерную? Вы знаете, я в последнее время использую маркерную доску. Объясню почему. Потому что у меня однажды в одном из классов был ученик, который плохо воспринимал мел. Он, не знаю, не астма была, но что-то ему нехорошо было от мела. Я понял, что мы, в общем, дышим этой пылью меловой. И хорошо это или плохо, я не знаю. Поэтому я в последнее время использую маркерную доску. А еще использую кодоскоп. Посветил на экран, на пленочке написал, потом взял, все стер с этой пленочки. Детям очень нравится писать на этой пленочке. И мне тоже удобно. А если в классе холодно, так, допустим, отопление еще не включили. И по осени у меня лампы в этом кодоскопе сильные. И поэтому включается вентилятор, который охлаждает эти лампы и нагревает параллельно учебный кабинет. Такой вот двойной, как сказать, двойная польза от этого кодоскопа. Значит, коллеги, еще вопросы? Еще вопросы? Ольга Рожакова, видно, что вы практикующий учитель. Да, собственно, я, товарищ, я прибежал вот за 20 минут до начала семинара, прибежал из школы. Вот только успел налить чаю, вот себе глотнул. Вот пока даже еще пообедать не успел. Успеется, успеется вопрос, задавайте. На все вопросы обязательно отвечу. Хорошо, что люди говорят, что есть очень нужные напоминания. Да, я вообще, честно говоря, старался. Знаете, когда я писал книгу для учителя, мне попался редактор. Она была приглашенная, она долго-долго работала в издательстве просвещения. Потом ее попросили почитать вот мои книжки, книги для учителя. Она мне писала вопросы. И, значит, потом после каждой книжки говорил, Олег Евгеньевич, я столько времени, 30 лет работаю редактором, я столько книг прочитала по математике. Но в ваших методичках я обязательно нахожу что-то новое. Того, чего я никогда, нигде раньше не читал. И так интересно, как же так это. То есть все знакомо, и вдруг бац, новое что-то. Вот поэтому я старался сделать так, чтобы и методички были интересные. И, собственно говоря, вот на основе этих методичек сделаны все мои презентации, которые я вам сегодня показываю, рассказываю. В эти презентации еще бы добавить устные упражнения, которые нужны на уроках. Добавить те упражнения, которые решаем в классе. Домашние задания. Добавить сюда еще те контрольные самостоятельные, которые проводятся. И вот вам замечательнейшее пособие для учителя. Но, понятно, жанр. Жанр таков моноспектакль с картинками. Так. Ну, еще вопрос. Появился вопрос. Сейчас посмотрим. Так. Так. Многие учителя разрешают при графическом построении не использовать инструмент, а делать построение от руки. Ваше мнение. Значит, я не настаиваю на том, чтобы использовать обязательно... Ой, простите. Алло, перезвоните. Попозже. Значит, так. Значит, о чем еще раз? Еще раз. Ага. Некоторые... Да, я не настаиваю на том, чтобы использовать инструмент. Но некоторые дети говорят, да нет же, так красиво. Так ровно. Несколько раз на кодоскопе. Вот показал, что с линейкой такой красиво получается. Потом от руки. Ну, стараюсь от руки ровно тоже нарисовать. Вот дети, у которых получается ровно, ну и замечательно. Не получается, били линейку. Должно быть все красиво. Математика вообще такая штука-то эстетическая. И, в общем, она развивает в нас красивые решения. Развивает у нас чувство прекрасного, эстетические какие-то чувства. Что-то такое хорошее. Вот поэтому и рисунки тоже должны вызывать вот такие приятные ощущения. Поэтому настаивать я не настаиваю. А вот... Когда красиво, хорошо. Ну, я сам на кодоскопе так нарисую разными цветами. Дети смотрят, что это красиво. И когда им нравится, они сами так начинают делать. Вот так вот как-то. Так. Значит, коллеги, еще вопросы. Еще вопросы. Вот не задали вопрос. С какого учебника можно переходить на УМК Макарчева? Ну, то есть, с 5-6 класса из какого учебника? Товарищи, из любого. Значит, все учебники 5-6 класса – это учебники, которые должны научить учащихся считать. А все остальное – это хорошо, если научились делать еще то, еще то и еще то. Но если ученик научился считать, значит, все в порядке. Значит, ему прямая дорога по нашему учебнику в математический класс решать сложные задачи, решать интересные задачи. И второй вопрос, который я еще не увидел, традиционный вопрос. На какой учебник переходить после нашего УМК? Значит, переходить удобно на, сейчас, Шабунин Прокофьев. Вот на такой учебник. Последнее время он мне симпатичен. Что будет дальше, не знаю. Так, издательство «Просвещение» задает вопрос. Значит, заканчиваем. Спасибо. Это вопрос или ответ? Ну что ж, заканчиваем, раз, в общем, уже пора. Итак, если вы не нашли, не получили ответа на свой вопрос, пишите на электронную почту. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы с вами увидимся и на следующем семинаре, когда он будет, следите за распространением.